мои дорогие сегодня я для вас приготовила просто замечательный суп и кому интересно как готовится суп из красной фасоли как его готовлю именно я давайте смотреть поехали здравствуйте мои дорогие сегодня я хочу для вас и для нашей семьи приготовить очень вкусный традиционный армянский суп из красной фасоли сегодня я покажу как готовим его мы в нашей семье и если вам понравится рецепт то всем советую попробовать хоть один раз вот он очень такой настоящий зимний согревающий сытный суп советую всем приготовить и вот главного ингредиента почему нет потому что он уже варится и скажу больше вам он уже сварился то есть фасоль у нас уже сварилась потому что на ночь обязательно я ее замачиваю вода должна накрывать фасоль ну в два раза точно я ее заранее ну чищу мою и обязательно на ночь замачиваю так она готовится в два раза быстрее вы экономите свое время ну и экономия конечно же электроэнергии а еще нам понадобится репчатый лук я взяла две головки у меня здесь из специй я вам скажу я добавляю чабер он очень подходит красной фасоли и кинза если у вас нету вот чего-то одного то не беда они оба очень хорошо дополняет этот супчик нам понадобится две столовые неполные ложки муки красная паприка посмотрите и немножечко здесь чайная ложка полная сладкой паприки и одна треть чайной ложки черного молотого перца он у меня горький я его очень много не добавляю здесь у меня пол стакана грецкого нарубленного ореха я его просто на досочки но ножиком порубила так чтобы орешки попадали на зубок соль но это естественно и обязательно топленое масло мы готовим на топленом масле это очень вкусно вот сейчас я его разогрею нарежу репчатый лук мелко кубиками и буду пассеровать лук и сейчас покажу что будем делать дальше давайте я вам покажу как должна развариться фасоль вот вы просто нажимаете посмотрите фасолька превращается в пюре вот так легко и просто варим до вот такого состояния видите получилось у нас очень легко пюре такой суп будет очень вкусный и теперь вот эту фасоль когда она уже без соли без ничего просто разварилась мы будем давить ее пюре давилкой обычной полностью давить не будем но сделаем так что хотя бы половина фасоли превратилась такую кашицу но остальные как бы остались такими штучками красивыми вот так пару минуточек вот так я подавлю и все к фасоли мы добавим кипяченой воды потому что здесь очень уже уварилась наша вода размешаем но до конца добавлять воды не будем какой фар пошел будем доводить до правильной консистенции самом конце и пусть продолжает вариться наша фасоль а здесь мы уже нагрели топленое масло и жарим репчатый лук как станет прозрачным наш лук мы будем добавлять красную паприку вместе с черным перцем молотом я добавлю сюда же чабер сушеный и буду добавлять муку будем обжаривать на масле и покажу дальше как это все будет а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну все мои хорошие, вы все видели, как я все добавляла И теперь вот эту кашицу вместе с луком, с мукой, со специями мы просто добавим в наш суп После того, как мы добавили вот эту мучную смесь, обязательно сделайте огонь поменьше Потому что так как мука у нас уже в обеде, она может садиться вниз и прилипать, подгорать в самом низу Вот посмотрите, какая консистенция уже у супчика На этом этапе мы его солим У меня здесь 2 чайные ложки соли Я потом еще попробую на вкус Обязательно добавляю грецкие орехи, у меня здесь полстакана Все перемешаем и минут на 10 оставим, чтобы орешки немножко стали мягче И вот оставим минут 10, чтобы соль и все эти вкусы друг с другом перемешались И нам останется в самом конце добавить только кинзу Я ее уже нарезала, ее у меня много, так обед получается вкуснее Я вам скажу, есть кто добавляет, конечно же, чеснок Чеснок очень подходит этому обеду Но так как у нас дома не все любят чеснок в обеде Я буду добавлять индивидуально каждому в тарелку, кто как любит Вот так, мои дорогие, наш обед почти сварился Готов наш суп И я вам хотела показать, как мы его подаем Обязательно подаем свежую кинзу, оставляем на посыпку сверху Выжатый, выдавленный чеснок, кто любит, добавляет Обязательно соль, черный перец, соленья Кто какие любит, этот раз я открыла маленькие кабачки с моего огорода, который я закрывала Обязательно сухой лаваш, потому что мы его крошим в этот обед И красное вино, которое очень подходит к этому обеду Красное вино, это дело рук моего супруга Ну вот, налили вино Положим чесночок Вот посмотрите, какой он густоватый супчик Посыпем зеленушку Размешаем и добавим сухой лаваш Сейчас я попробую его раскрошить Вот он у нас продается, вот сразу вот такой завернутый И вот так мы крошим этот лаваш в обед Я надеюсь, вы поняли Сегодня я снимаю одной рукой Но наглядно уже все понятно Какая это вкуснота Сытно, вкусно Вот такой наш любимый армянский обед Фасолевый суп По-армянски Лубов чаш В общем, всем советую приготовить такую вкусняшку Я представляю, у вас уже, наверное, точно слюньки потекли И желаю вам всем приятного аппетита и крепкого здоровья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому